Михаил Семенович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Сегодня очень многие говорят об отмене русской культуры, о том, что в контексте тех трагических событий, которые происходят на континенте, русская культура, если не изымается из международного пространства, то, по крайней мере, как-то страдает. Вот на ваш взгляд, насколько справедливы и уместны такие разговоры? Ощущается ли вы что-то подобное сегодня? Вы знаете, в Швеции не ощущаю, потому что вот когда все говорили о том, что отменена русская культура, мы были на нескольких концертах, концертах в Стокгольме при полных залах, и все, что было сыграно, связано было с русской культурой. Это были пианисты русские, русская музыка с оркестрами и так далее. Ну, я один из тех людей, которые просто с пеной у рта отстаивают русскую культуру, говоря, что русская культура никакого отношения к этим русским не имеет, то есть вообще не имеет, от слова совсем. И говорю, что мы таким образом просто наказываем, как унтер-офицерская вдова, сами себя, мы сами себя высекаем, потому что запретить культуру невозможно. Когда запрещают культуру, начинается 100% тоталитарный фашизм, потому что культура это единственное противоядие против фашизма. Русская или культура, китайская или культура, немецкая или культура. И я прекрасно помню, что моя мама, которая воевала на фронте и таскала раненых с поля боя, и мой папа, который ранен-переранен на всех фронтах, он ветеран войны, у него орден славы и много всяких других орденов и медалей, когда нужно было отдавать меня в школу, меня отдали в группу немецкого языка, потому что родителям показалось, что учительница в этом классе лучше, чем в другом. А язык не играл такую роль. Ну вот сегодня, когда все-таки такие разговоры начинаются, вы чувствуете, что там политики или там люди, которые находятся в околокультурной среде, они пытаются как-то этим манипулировать? Давайте исключим русский язык, давайте исключим русскую культуру, давайте отменим, закроем и так далее. Насколько это ощущается? Есть ли спекуляции подобные, как вы считаете? Да безусловно есть спекуляции. Вы знаете, я все-таки всегда говорил, говорю и буду говорить. С одной стороны, с гордостью о человеке, а с другой стороны, это ужасно. Человек не достиг того уровня, который он должен был достигнуть. Цифровые технологии победили его. Человек не имеет права овладевать ими, потому что он не готов. Это как дать атомную бомбу третьекласснику и сказать, ну-ка давай запускай, будет чудеснейшая штука запустить. Вот понимаете, это ужасно. И я думаю, я все время с этим боролся. Если вы посмотрите на моем YouTube-канале, все мои фильмы, все мои ролики, вот все эти годы, и годы пандемии, и сейчас, когда все это началось, я постоянно говорю о сказке, о нестреляющих ружьях, о человечности, о доброте, о культуре, о красоте. И, к сожалению, меня не так много народу слушает, как хотелось бы. То есть речь идет о 100 тысячах, 200 тысячах, иногда и меньше, но я пытаюсь сделать свое дело. Но тем не менее, вот вы говорите о том, что культура – это прививка от фашизма, от нацизма. Но мы же знаем, что и немцы в свое время прошли через нацизм, несмотря на то, что культура на тот момент тоже была достаточно высоко развитой, и эта нация как раз считалась именно такой культурной и интеллектуальной. Сейчас мы наблюдаем то, что происходит в Украине, и то, что делает российское руководство. Здесь важно очень четко, как мне кажется, разделять власть и народ, власть и общество. Но тем не менее, получается, что культура бессильна, потому что даже в 21 веке у нас есть Буча, у нас есть Гастомель, у нас есть Винница и прочие вещи, которые трудно себе даже представить. Владимир, можно я скажу правду, и пусть на вашем канале она тоже прозвучит. Когда говорят о том, что Россия или Германия – страна великой культуры, и как она смогла, я хочу уже тут не смеяться, я просто горько заплачу. Потому что, когда мы говорим о культуре, мы имеем в виду горсточку людей, очень небольшую горсточку, потому что, когда Пушкин уже был признанным российским поэтом и выпустил первую главу Евгения Нигина, то в многомиллионной России хватило тиража в 1600 экземпляров и распродавали это всего полгода, и Пушкин был счастлив. Поэтому вторую главу предложил выпустить тиражом в два раза больше, то есть 3200, и не распродали. Понимаете, речь идет о великом всенародном поэте и о группе людей, живущих по сегодняшним масштабам в девятиэтажном доме или двух домах. Когда мы говорим, как культура не смогла спасти Россию от того, что произошло, ее не было, мой дорогой. Настоящей культуры не было. Она должна была быть первична. С нее нужно было начинать. Я говорил о новой школе. Я говорил о 10 минутах культуры. Дайте мне эти 10-15 минут на Первом канале в Прайм-Тайм. Каждый день в течение года. Я вам спасу страну. Я даже такие вещи говорю. Меня не услышали. Какая культура, мой дорогой? Посмотрите число посадочных мест на классических концертах в Москве и проведите пропорцию между населением Москвы и этими посадочными местами. И вы все поймете. Какая может быть культура, если в Латвии, в любимой моей Риге, ведется разговор о том, что русский язык не может быть, не должен быть государственным языком. Ребята, вы спятили. А что вы истории не учили? А что вы не знаете, что только билингвальные страны достигают самого высокого уровня экономики и культуры? Это Финляндия. Это Швейцария. Это Канада. Именно они. Понимаете? Это Бельгия. Да посмотрите, живоисторически. Но у вас же шоры на глазах. Вы же все коммунисты. Только одни из вас коммунисты. Сегодняшние, другие. Будущее. Третье прошлое. Культуры нет. И в Германии предвоенной, фашистской, не было культуры до Гитлера вообще. Потому что, почитайте, посмотрите, найдите в библиотеке так называемую толстую книгу Цилля. Даст дикий Цилля Бук. И посмотрите, он сделал тысячи зарисовок в Германии 30-х годов. Начало 30-х годов. Это был ужас. Это был раздрайв. Это была не страна. Это был кошмар. Это было 98% тупейшего населения, мясников, лавочников. И та группа элиты, которая ничего не решает. Если она больше, она помогает. Если она совсем маленькая, как, например, в России и Германии, то придет совсем другая система. Неужели непонятны простые вещи? Ну, кстати, по поводу языка. В Латвии был референдум о русском языке и его статусе. Большинство населения проголосовали против. И здесь, как мне кажется, ведь тоже очень тонкая грань. Потому что для латышей, скажем, латышский язык – это такой очень важный элемент, связующий элемент. И русский язык, как большой, он, в общем, обладает потенциалом выталкивания, как и английский, собственно. И если, допустим, дать ему государственный статус, то он просто может поглотить малый язык. Это очень сложная дискуссия, как мне кажется, вообще, которая относится к народам, у которых, скажем, носители языка, там, миллион, два миллиона, три миллиона в мире. Ну, то есть, достаточно немного. И, в общем, страх за язык, он, как мне кажется, весьма обоснован. Вадим, я понимаю. Я это все понимаю. Но этот вопрос и разговор опять связан с недостатком культуры. Если бы русский язык воспринимался как язык величайших писателей, а то в том, что и Достоевский, и Лесков, и огромный Гоголь – это величайшие писатели планеты, это люди, которые научили Гоголь, в частности, из Украины в Россию, научил 20-й век писать книги, писать прозу. От него идет Кавкад, от него Джойс, от него весь поток сознания. Чехов в России создал театр абсурда. Именно Чехов привел ко всем знаменитым творениям великих абсурдистов. Вообще весь театр 20-го века обязан Чехову. Так вот, если бы в Латвии кто-то начал говорить о том, что русский язык – это не просто язык большого количества людей, это не просто большой язык, а он тесно связан с уникальными новаторскими явлениями в области литературы и музыки, тогда речь бы пошла о другом, потому что, конечно, русских поэтов по количеству, по качеству не сравнить с очень милым, замечательным Яном Самрайенсом и с его женой Аспазином. Они хорошие, замечательные, но простите, выбросить все, что сказано и написано на русском языке – это было бы не очень умно. Я продолжаю так читать. Если бы заговорили о культуре… Кстати, вот я не смогу не добавить по поводу Германии. В Германии было все очень интересно. Вот говорят, что в Германии была культура, что рабочие слушали Баха, Бетховена и Вагнера. Я хочу вам сказать, рабочие слушали Баха ни больше ни меньше, чем любые верующие в протестантской церкви, потому что во всех церквях звучала музыка протестанта Баха. Это было бытом, это было нормой, потому что когда-то Мартин Лютер, который, собственно, создал реформу, лютеранскую церковь, он сказал, что в церкви надо петь народные мелодии. И пошли монахи, и пошли священники по деревням, по городам за народными мелодиями, и привезли их, и переделали тексты на церковные, и стали петь хоралы. И народ, приходя в церковь, слушал свои песни. Это я привожу пример, что если бы в России был протестантизм, то в осаду или в огороде обязательно сделали бы хоральные мелодии, славящие Бога, и все бы ее пели. Я даже когда передо мной инструменты, сейчас у меня вот здесь нет, показываю, как звучит хорал в осаду или в огороде выросла капуста, мальчик девочку целует, думает, что пусто. Я бы вам показал, как запели бы в русских церквях. Так вот, послушайте, какая интересная вещь. Вы знаете, сейчас я просто вас поражу. Вы знаете, любимое произведение Гитлера, которое исполняли мы каждый год в день рождения? Какое? Вот никто не поверит. Скрипичный концерт Петра Ильича Чайковского. Он плакал каждый раз, когда его слышал. И великий Георг Куренкампф под управлением оркестра с великим дирижером Вильгельмом Фортвендером каждый день рождения, в присутствии полного зала, играли для него этот концерт. Гитлер плакал. Как это так? Так, с одной стороны, славяне не до человеки, а с другой стороны, любимейшее произведение славянина Чайковского. Ну, действительно, славянина, потому что в нем украинская кровь, русская кровь, и в нем еще и французская кровь. Да, это устрачно совершенно. Как это так произошло? Потому что для Гитлера и для этой верхушки была культура, тонкий и узкий слой для себя, и культура как идеология. Немцы должны были знать, что Бах – это протестантский церковный композитор, что Бетховен – это образец силы германского духа, потому что он глох и писал музыку. И чем хуже Бетховен слышал, тем лучше музыку он писал. Это была такая пропагандистская идея. И это правда. Это так и есть. Ну, и, наконец, Тлетчик – Вагнер. Вагнер – это вообще символ. Это белокурая бестия. Это освободитель. Это спаситель. Это чистый сердцем гений, который, наконец, всему миру даст великую музыку. Это была не любовь к искусству. Это была пропаганда. Понимаете? Вот и все. Но люди же заблуждаются. Они путают все со всем, потому что мышление и мыслить – это самое сложное на Земле. Но здесь получается ведь тоже такая интересная штука, что Гитлер плакал, когда слушал Чайковского, но это не мешало ему делать то, что он делал. Получается, что то, что он плакал, и то, что как на него воздействовал Чайковский, по большому счету никак на него не повлияло. То есть его не остановило от тех злодеяний, о которых знает весь мир, и который уже хорошо прописан в учебниках истории. И я вам скажу, почему не остановило. Потому что когда к нему сначала пришла культура, а он был весьма культурным человеком, и в области музыки, и в области изобразительного искусства, и его работы, между прочим, живописные и чудесные. А потом пришла идеология. И эта идеология смела напрочь его возможность воспринимать культуру. И оказалось, что народ, создавший такую культуру, должен захватить весь мир, жизненное пространство. И началось шизофреническое преобразование в голове Гитлера, и он превратился в одного из самых страшных людей всех времен. Но, пожалуйста, не путайте две вещи. Культурное образование и культурное воспитание. Можно образовать культуру огромное количество людей, они от этого не станут ни добрее, ни лучше. А вот воспитать человека культурой – это совсем другое. Вот тогда он не станет Гитлером. Гитлер был невероятно образован в области культуры. Он сам к ней тянулся. А потом все полетело, потому что он попал в струю, он стал политиком. Поэтому я всегда говорю, религия и политика разделяют людей, а культура – только культура людей объединяет. Понимаете, в чем дело? И я вам скажу, почему. Вот, когда 24 февраля все это началось, с тех пор я не спал две ночи. Две ночи. Два месяца, простите. Два месяца. Меня отвезли уже к врачам на издыхание, на умирание. И врач меня спросил, а что я делаю? Я все время с ними. Я слежу, кто жив, кто умер. Я пытаюсь помочь. Я помогаю через границу перепрыгать людей. Я пытаюсь продукты, лекарства. Я пытаюсь все, что можно сделать, здесь вот наладить, в Швеции. Вот я много делаю. Но я не сплю. Я вообще не сплю. И тогда врач мне сказала, шведская, у меня к вам предложение. Если вы еще будете смотреть это все, и вот так делать, вам все-таки 70 лет. Я лишу вас всех лекарств. Напишу, что вы здоровы, что вы решили освободиться от всего и будете жить так, как вы считаете нужным. Вы уже ничего не можете сделать. И знаете что? Господи, я стал... Почему я так? Почему я совсем не спал? Кто-то же спал. А я вам скажу почему. Если я спрашиваю у любого человека, например, о Ирпене. Что такое Ирпень? Скажут, это дачный район под Киевом. Это такой город, красивый. А если я всем скажу, что именно Ирпень – это и есть цветочный город у Николая Носова, который там родился, провел детство, юность, там же женился на девочке из Ирпеня, и что цветочный город – это Ирпень. Поэтому улицы все, вы не знаете его друзей, назывались именами цветов, потому что у них было особое отношение к цветам. Они все время занимались судоводством и цветоводством. И он, и его жена, и жена брата, они предсестри родные, Николай Носов и Петр Носов, и две сестры, две девчонки. Потом они вместе уехали в Москву, вся пара, весь квартет. Вот, Ирпень, опять же, это что такое? Помните, что такое Болдинская осень? Это один из символов русской культуры. Первая и вторая, да? 1830 год. Пушкин пишет пир во время чумы. А никто не знает, что Пастернак в этот юбилей, столетие Болдинской осени, с женой, с Нейгаузом и его женой, с Асмусом и его женой, провели все лето в Ирпене. Помните? Ирпень – это память о людях, о лете. Ирпень – это любовь. Это огромное количество стихов. Пастернак, влюбившись в жену Генриха Густалыча Нейгауза, Зинаиду Нейгауза, он пишет свои самые великие стихи. А Генриха Густалыча Нейгауз ему привезли рояль из Киева в Ирпень. И он все время играл Шопена и Брамса. Мне Брамса сыграют, тоской и зайду. Или бесконечная стихи о Шопене. Потому что великий Нейгауз играл для Пастернака. Для них шестерых. И Пастернак называл это лето «Лето шести единых сердец». Потому что Асмус с женой, то такой Асмус многие знают, это великий философ, великий ученый. Нейгауз с женой и Пастернак с женой. Они в шестерок. И к ним приезжала интеллигенция из Киева. Вильямс приезжал. Кто только не приезжал. И что они делают там? Вы даже не можете себе представить. Они там ночами сидели и говорили об искусстве, о культуре, о философии, о поэзии. Пастернак же учился в Марбурге. Он же посторонник Марбургской философской школы. Сколько он всего прошел, он видел Скрябина. Помните, куда мне деваться от шагов моего божества? И так далее. Так вот, когда я узнал, что Ирпень, значит, за Ирпенем у меня стоит кто? За Ирпенем у меня стоит Пастернак и Пастернаковское и Ирпенское лето. За Ирпенем стоит у меня вот эта великая любовь, великая шопеновская музыка, которую играл Нейгауз дальше. Когда я узнал, Буча, ага, Буча, простите меня, друзья, это же Булгаков. Ну, конечно, у них же не было своей квартиры в Киеве. У них был дом в Буче, шестикомнатный, деревянный, простой дом. Это лучшие годы, это все детство Булгакова в Буче. Вот, на берегу реки это была сказка. И Булгаков вечно во всех письмах об этом пишет и вспоминает. Любимое воспоминание детства. Поскольку квартиры были съемные, последняя квартира на Андреевском спуске, а остальные квартиры, он же менял их, он не любил их, потому что это были не их квартиры, а съемные. Они все время их меняли. А вот Буча для него это символ. Поэтому Буча, она булгаковская. А вы знаете, что, кстати, телевизор Булгакова в Буче, Буче, а нет, в Ирпении, это же главный город, устроили роскошнейшую выставку всех прижизненных и посмертных изданий Булгакова. Это была выставка, это было чудо, и еще запрещенных, и сам издатов, и зарубежных, и так далее. То есть все вот эти вот слова, под которыми стоят для меня культурные события всемирного масштаба, они для меня, ну, понимаете, это самое страшное событие в моей жизни. Не потому только, что убивают, не потому только, что два народа, а по другой причине. И еще одна вещь. Когда мне пишут, вот пишут, да, как вы относитесь к этой ситуации, выразить прямо свое мнение, я тут же баню этого человека. Потому что если ты меня не знаешь, да, то не знай и дальше. А если ты меня знаешь, ты никогда меня не спросишь. Ты никогда не спросишь моего сердца. Вот почему недостаток культуры всегда будет вести к войнам, к агрессиям и к ужасам. Вот, кстати, Иван Ургант сегодня опубликовал пост, в котором, в частности, ознакомил свою аудиторию с видеоматериалами первого заседания дали от цитата группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры. Вот, как вам такое? Это я что-то не совсем пока понимаю. Ну, вот в России с дана группа расследования антироссийской деятельности в сфере культуры. Поэтому я не понимаю. Ну, 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 антироссийской деятельности в сфере культуры? Ну, вот ищут на уровне государства людей, которые занимаются антироссийской деятельностью в сфере культуры. Это имеется в виду Бузова, Попса, всевозможные рэперы, матерщинники, которые собирают миллионную аудиторию. Это имеется в виду антироссийская деятельность или что-то другое? Ну вот Урганс связывает это с маккартизмом. Ищет кого-то, чтобы наказать. Такая охота на ведьм. Раньше искали шпионов, вот сейчас ищут антикультурных деятелей. Можете себе это представить? Вообще вот эта ситуация, которая многие сравнивают ее с чем-то абсолютно абсурдным, да, потому что кажется, что такого просто не может быть. Антиутопично Орла вспоминают в этом контексте, Замятина вспоминают в этом контексте и так далее. Вот какое у вас ощущение от всего, что происходит именно в этой, в связи даже с тем заявлением, которое я сейчас опубликовал и озвучил? Я вспоминаю, знаете, не Орвелла, я вспоминаю намного раньше. Это написано в России. Орвел Орвелом. А в России был Антон Павлович Чехов. Первый абсурдист. И у него в «Трех сестрах», написанных на границе веков 19-20-го, есть эпизод. Ирина собирается выходить замуж. Да. За кого? За замечательного, замечательного, совершенно этого обрусевшего немца. Да, Тузенбаха. Они же поженятся и уедут в свадебное путешествие на кирпичный завод. Потому что идея такова. Мы должны работать, 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 работать. И будет счастье, и будет радость. В это время, пока они там сидят, приходит доктор Чебутыкин и говорит старшей сестре, тихо-тихо, чтобы только Ирочка не слышала, да, только что на дуэли с Аленой убил барона Тузенбаха. Что? Как? И это передают уже Ирине. Ирина убит Тузенбаха. С Аленой убил его. Что делает Ирину? Ирина говорит, я знала. Я знала. Я это знала. Поднимается. И говорят вместе все сестры. Мы будем счастливы. А музыка звучит так радостно. Музыка звучит так красиво, так верно. Мы будем счастливы. Мы будем работать. И я поеду сама на кирпичный завод. Мы будем работать. И мы будем трудиться. Потому что трудиться – это высшее благо. Придут люди, бестонавцы. Они будут лучше нас. Они будут умнее нас. Габлее нас. Но мы должны радоваться. Вот вы воспринимаете это как? Это что? Меньше, чем Оруэлл? Я думаю, что мы можем найти какие-то параллели в литературе. Здесь вопрос, не подгоняем ли мы эти параллели под действительность. И я понимаю, что Оруэлл – самая прямая аналогия с тем, что происходит. Но, конечно, если мы заглянем и в русскую литературу, мы можем и Платонова, например, вспомнить в контексте его Котлована. Вообще, что происходит в головах, что происходит с обществом, что происходит с людьми. Не всегда вспоминается, опять же, Платонов, если не ошибаюсь, в «Сокровенном человеке» его эпизод про похороны жены, где он ел бутерброд не потому, что ему не было жалко жены, а потому, что он ее просто хотел есть. И вот это ощущение даже не расчеловечивания, а какой-то безразличности к тому, что сейчас происходит, мне кажется, тоже у многих писателей сейчас это даже сильнее, чем Оруэлл и сильнее других эпизодов. Но я не знаю, это мои мысли, которые возникают в ответ на вашу реплику. Ну, конечно. А я вам хочу еще посоветовать еще одно произведение. Вот его меньшее народу читало, но я считаю, что оно совсем стопроцентно подходит сейчас. Это гениальная книга шведской писательницы Карин Бонье. Называется она «Каллокаин». Никогда не слышали о такой? Нет, пока не слышали. «Каллокаин». Карин Бонье. Пожалуйста, почитайте и посоветуйте всем. И когда вы будете читать, вам покажется, что у вас немножко на душе даже спокойнее, потому что это все описано, вычислено, высчитано и совершенно ясно, что имеем и что ожидать. Потому что вот есть целый ряд антиутопий. Ну и, конечно же, еще «Первалё» – гибель 31-го отдела. Это тоже об этом. Почитайте. Вся литература великая предупреждала и говорила, и продолжает предупреждать и говорить об этом. А причина заключается в том, что человек недостаточно сформирован. Он сформирован в очень хорошей системе подражания. И на это выстроена тоталитарная школа, с которой я боролся всю жизнь, особенно последние 20 лет. Понимая, что если мы не сделаем школу ассоциативного мышления, мышления настоящего, радостного, то мы ничего не сделаем. Мы погубим еще и еще одно поколение. И учитывая то, что у нас свирепствовала система ГУЛАГа, и что у нас была антиселекция, нам это необходимо было, как вода в жажду в пустыне. Но, к сожалению, те, от кого это зависит, меня не услышали. Сколько я не кричал со всех сцен всюду, у меня не было дано массовой аудитории, я не смог повлиять на миллионы людей. И есть какие-то сотни тысяч, пару миллионов, которые меня знают, слышат, согласны, но понимают, что не пускают. Вот почитайте все это. Я думаю, что русская литература совершенно гениально показала. Я вот сейчас вижу еще одно произведение, которое показывает нам записки сумасшедшего. Аксенсий Валик Поприщин, он же абсолютно говорит все то, что сейчас пишут в Фейсбуке. То есть, вот пишет человек, да, а я вставляю фрагмент из Поприщина, и все остальные начинают хохотать. Понимаете, потому что это все Поприщины. Понимаете, в Испании есть король, он отыскался, этот король я. То есть, это настолько гениально предвидено все, что ничего нового мы не узнаем. Поэтому весь театр абсурда, он просто из литературы предупреждающей переходит в жизнь. А поскольку он не может встретить настоящего сопротивления, поскольку культуры нет, элитарная группа людей не в состоянии противостоять этому, они не имеют доступа к простым людям, к так называемому глубинному народу. А если еще учесть в истории России, что в России в 1861 году свершилось невероятное зло. Всем дали свободу крепостным крестьянам. Миллионы людей ринулись в города. Им не приготовили ни школы, их дети не приготовили школы. Им не приготовили жилья, больниц, ничего. Их не социализировали. И они из поколения в поколение размножались и размножались. Они превратились в революционных рабочих солдатов, матросских депутатов. Они проводили все мероприятия, убийственные мероприятия, потому что был ужас какой-то. Вот реформа, все свободны. Какое все свободны? Я считаю, что реформа должна была проходить 10 лет. Выпускать по группам и расселять в хорошие дома. Давать медицину и образование. Иначе это все страшно. Вот они и ходили, непрекаянные по городам, страны. Видели в окна заглядывая, что там творится, какие там праздники, какие щелкунчики. У них зрело, ненависть зрела, ненависть ко всем этим негодяям, которые лишили их детей счастья. А сами жены в пелеринках, мужья, с ординалами, в прекрасных этих самых лицмундирах. Как же они сформировали эту систему? Систему ненависти, систему зла, систему бастардов, батраков, систему людей, которые вот приедет барин, барин нас рассудит. Гады вы, не люди пока еще. Сколько вам нужно подниматься, чтобы почувствовать себя человеком? Это вот эта проблема, понимаете? Мы все время пытаемся уже рассматривать вены всей корни вот в том, что сейчас происходит. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А где было это ай-яй-яй? 10 лет назад, 20 лет назад, 40 лет назад. Я прожил в Советском Союзе 40 лет, да, из 70. И все эти 40 лет я кричал ай-яй-яй. И удивлялся, почему со мной остальные не кричат. И почему я должен бояться говорить правду. Я всю жизнь это помнил. И всю жизнь понимал, что я рискую. Но вот видите, как-то вот Господь миловал меня. И я прожил всю эту жизнь, вот не сядь, не сядь в тюрьму и не будучи расстрелян. Но это же понятно, что это ай-яй-яй. Но не сегодня ай-яй-яй. Сегодня уже взрыв. Количество перешло в качество. Вы выступали в Государственной Думе Российской Федерации. Я помню, что как раз вы пытались достучаться до депутатов. Этот опыт, он чему вас научил? Это было нужно? Это было важно? Вас услышали тогда? Или все-таки... Вы знаете, и да, и нет. Да, потому что мне показалось, что если я возьму вроде скрипку, ну да, просто вот так, без всякого аккомпанемента, без ничего, расскажу им несколько историй, то приоткроется какая-то завеса, потому что часто некоторые эти истории действуют на людей. Когда я рассказывал про то, что сказка о рыбаке и рыбке, это сказка, безусловно, любви старикак-старухи. Когда я рассказывал о том, что сказка о курсе кирябре, это сказка о шансе. Получили яйцо Фаберже и стали его бить, чтобы использовать как яичница. Яичница и так далее. Вы знаете, после моего выступления ряд депутатов выбежал из зала, там стояла моя продюсер и стали говорить, как вам позвонить? Она взяла все телефоны, дала им всем телефоны, вы знаете, надо немедленно к садовничему убежать. Она из них говорит, нужно к садовничему срочно, нужно открыть факультет в университете, культуртрейдеров и Михаила Козинника запустить. Как же мы пропускаем такую возможность, вот запустить его, чтобы он воспитывал. И вот такая профессия, культуртрейдеров, потом по направлениям их развести по всей стране. Вот. Ну хорошо, хорошо, да. Когда она ушла, еще кто-то ушел, и еще кто-то, и еще кто-то. Потом на меня смотрит продюсер и говорит, как вы думаете, Михаил Семенович, будет ли результат? Я говорю, я уверен, что результата не будет. Почему? Я говорю, а потому что она придет к садовничему, и садовничья охладит ее пыл за несколько секунд. Скажет, вы там дилетанты, вы ничего не понимаете. У нас настоящие ученые сидят. А этот что? Про свою курочку рябу или что-нибудь такое. То есть, это стало ясно. Но что, действительно, какое следствие моего выступления было? Мою передачу на Орфея, которая была самая рейтинговая, закрыли. После выступления в Госдуме? Я не знаю, связан ли это с выступлениями, но буквально закрыли, не сказав мне. И когда я позвонил новому руководителю программ радиостанции Орфей, новому, он такой весь с уклоном в джаз, в попсу, радиостанции Орфей, единственная классическая радиостанция. Я говорю, как же так? Вы хотя бы меня предупредили, я сижу, собираюсь записывать программы, вот как же это так? Он говорит, а вы что, можете пожаловаться? Вы хоть раз, не вовремя, было такое, чтобы вы не вовремя получили зарплату? Вы всегда получали зарплату вовремя. Это вместо «спасибо» за многие годы и за все вот эти вот передачи. Поэтому, когда вы говорите «ай-яй-яй», а я хотел бы сказать «ай-яй-яй» раньше. За что? Ай-яй-яй. Ну, кстати, еще одно выступление у вас было на Первом канале у Владимира Познера, часовой эфир, ну, там, не в прайм-тайм, но, тем не менее, достаточно такое серьезное время, серьезное эфирное время. Сложный разговор у вас получился с Владимиром Познером, как я помню. Это, это, ну, как вы вспоминаете эту историю? Опять же, продолжение выступления в Госдуме, выступление Познера, у вас была возможность до какой-то аудитории достучаться тогда. Вы понимаете, Владимир Владимирович Познер, это та же часть этой монолитной системы. Поэтому проникнуть в него так же сложно, как и проникнуть в федеральное собрание. потому что я пошел на это, потому что мне нужен любой шанс. Я хотел, когда я увидел, что у нас диалога настоящего не получится, я через его голову стал говорить важнейшие речи, поскольку это первый канал, и это всего лишь первый час ночи. И, вы знаете, Владимир Владимирович расстроился отзывом, потому что отзывы были все не в его пользу. Один на стол в его пользу, а все остальные были не в его пользу. И они даже сняли эту программу с архива канала, первого канала. Меня сняли и сняли беседу Познера с Плетневым, потому что Плетнев тоже крепкий орешек, и Михаил Плетнев это гениальная личность, гениальность, не только гениальная пьяница, но просто личность грандиозная, дирижер и так далее, вообще личность. Мы контактируем, мы дружим, мы общаемся, мы понимаем друг друга. Вот сняли его разговор с Плетневым и его разговоры со мной. Ну вот представьте себе, когда мне Познер говорит такую вещь, вот как вы ее можете оценить? Михаил Семенович, а вот я получаю удовольствие от Моцарта и без ваших разговоров. Мне не нужны вы для того, чтобы получать наслаждение от Моцарта. Ну что же сказать человеку, которому 90 лет, Владимир Владимирович, наслаждение человек получает от правильного массажа спины. А произведение искусства несколько больше и шире, чем просто удовольствие. Потому что оно будет самое невероятное, самое многокранное чувство. Но для этого нужна другая передача. Понимаете? И вот так каждый раз. Вот хочется сказать больше, больше и больше, а времени нет. Поэтому я через его голову, если вы заметите, там психологически был такой момент перелома, я через его голову стал говорить со слушателями. Это было, мне казалось, важнее в то время, потому что я понимал, что больше я на первый канал не попаду никогда. И вот это единственный шанс. Ну и этот шанс оправдался тем, что они закрыли эту передачу на архиве, когда там было около двух миллионов просмотров и очень много позитива в мой адрес. Почему мы его не знаем, почему он не на канале, почему он нам не рассказывает и так далее. А потом объясняли. И теперь только у меня на канале Михаил Казини лежит. Это благодаря тому, что сын Борис сохранил эту запись. Говорит, папа, я положу к нам на канал. Я говорю, ну зачем? Она же лежит на первом канале. Борис говорит, папа, никто не знает, что может быть. Он оказался мудрее меня и положил на наш канал. Иначе бы не существовало бы этого нашего разговора, поскольку это была единственная возможность в архиве первого канала. Но и то, и другое я почувствовал примерно то же самое. Зал этот несколько непробиваемый. Я как Дон Кихот. Я даже разругался с целым рядом зарубежных людей, когда мне одна израильская писательница прямо в Фейсбуке написала. Да, это старая традиция шутов выступать перед правителями. Ну, я, конечно, прежде чем ее забанить, сказал им несколько ласковых слов. Понимаете, объяснил ей, что я не шут, что это совсем другое, что она путает. Я выступал не как шут, а как человек, который пытался докричаться через искусство. Но это бесполезно, потому что в мире таких людей, как эта израильская писательница русскоязычная, много очень, очень много. Независимо от национальности, независимо от уровня культуры, они сидят повсюду. И с этим ничего сделать нельзя. Ну, кстати, я также призываю наших зрителей подписаться на ваш канал в Ютубе Михаил Козинник, просто в поиске вбейте и без проблем найдете канал Михаила Семеновича. Ну и в завершение нашего интервью два традиционных русских вопроса от наших зрителей. Кто виноват и что делать? Ну, все просто. Кто виноват? Это очень большой разговор, на него нельзя ответить просто. Но самая первая беда началась, повторяю, в 1861 году. Когда ты освобождаешь миллионы людей, нужно сразу давать им образование, воспитание, культуру и подготовить, воспитывать, образовывать их детей. Иначе они превратятся в такие деклассированные элементы, в такое люмпель, в такое зло, что столетиями этого зла не разобрать. Смотрите, только свершилось в 17-м году и началось гулаги, уничтожение, гулаг первый ленинский, сталинский, миллионы людей, пытки, ужасы. И это те самые люди, которые строили светлое будущее, коммунизм. Вот вам, пожалуйста, кто виноват? Цари виноваты. Виновата вечная монархия. Виноваты монархии, потому что России с ее складом мышления и ума нельзя иметь президентов, нельзя иметь царей. Россия должна иметь демократический парламент и премьера-министра, как в Швеции, как в Норвегии. А если хотите короля, есть король. Это почетная должность. Он выступает величественно, плавно, в короне и всех приветствует, всех встает, все ему аплодируют. Этого ему достаточно, королю, понимаете? Например, шведский король не имеет права говорить о политике, только о погоде. Вся семья не имеет права голосовать. Так что они как раз унижены, эти короли. Вот до чего дошло. Это первое. Кто виноват? Виноваты глупые цари, глупые монархи. Виновата монархия как таковая во всех ее проявлениях. Счастливых и настоящих монархий еще мир не знал. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эфир. Михаил Казинник, искусствовед и музыкант был с нами на прямой связи. Спасибо вам и всего доброго. Пожалуйста, до свидания. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.